Добрый день, уважаемые присутствующие. Добрый день, уважаемые присутствующие. Звоняйте, но я не державный службовец, я приравненна до державного службовца. Мне более сложнее спілкуваться с полицейского, но однозначно. Поэтому я говорю так, как я могу говорить. Сегодня пока мы хотим осветить вам очень злободневные вопросы. Это дозы у нас спецводопользования. Все вопросы связаны в этом направлении. Потому что это направление очень быстро, идут изменения в законодательстве. Причем очень быстро, начиная с 2015 года усиленно изменения в законодательстве. И вот вы, как знаете, этого вопроса у нас произошли изменения в 2015, в 2017 и в 2018 году. Поэтому я предоставляю слово. Со мной прибыла Анна Михайловна, начальника отдела водооблику. Она непосредственно занимается этими вопросами. Что касается дозвола на специальное использование. Что касается дозвола на специальное использование. Поэтому сейчас я постараюсь вам коротко и быстро визначити основной алгоритм ваших действий. И особенно остановлюсь на найбільш проблемном вопросе. Что касается дозвола на специальное использование предприятия, которые совершают централизацию водооблику. Во-первых, кто вообще должен получать дозвол на специальное использование? Дозвол на специальное использование должны получать все субъекты обеспечения, водооблику, которые совершают забор поверхностных или подземных водооблику, а также совершают скидку безопасных вещей в поверхностных объектах. Единым выключением есть предприятия, в которых забор составит меньше 5 кубов в день. То есть меньше 5 кубов вам дозвол не нужно получать. Больше вы получаете. Но это также не касается предприятий, которые, например, используют воду для использования водооблики. Эти предприятия, если люди используются в своей производительной деятельности, должны обязательно иметь дозвол на специальное использование. Кто, по сути, выдает дозвол на специальное использование? Ранее, если вы знаете, если вы не знаете, ранее выдавали в департамент экологии дозвол. Выдавали воду на 3 года. Таким чином, кто отривался раньше, все вы помните. И говорят, что мы хотим продолжить. На жаль, законодательство изменилось в 2017 году. И на сегодняшний день едином органом, который выдает дозвол, это сектор Державеда Агентства в Синской области. Он находится в месте Суме по адресу Герасима Конградзева, 27. Он имеет право выделить вам этот дозволный документ. Что касается термина действия дозвола? Значит, дозвол выдаётся, если первое предприятие, то дозвол выдаётся на 3 года. Если это забруднювач, то вы получите тиски забруднюючих речовин, поверхные водные объекты, забруднюючи при этом поверхные массивы, вы также получаете дозвол на 3 года. Все остальные категории водокористов, которые не относятся до тех, которые получают первый раз, и до тех, что есть забруднювачи, получают дозвол в среднем на 5-6 года. То есть, если у вас есть категория водокористов, и вы совершаете передачу водонаселения, но у вас нет скидок, то вы получаете где-то на 5 года, если не первый раз. Вы должны получать дозволы. Вы собираете пакет документов. Что входит в пакет документов? Во-первых, это заявка. Во-вторых, нормативный рассчитывание. Во-вторых, описание схемы между забором водой. Во-вторых, если вы совершаете централизованную передачу водонаселения, у вас должны быть индивидуальные технологические нормативы использования питной водой. Это более проблематичная ланка, так называемая. И на этом вопросе я дешево остановлюсь детально. Кроме этого документа у вас должны быть обязательно ГДС, если вы совершаете скидок за трудничьих вещей, не поверите на любые объекты. И у вас это должны быть правоустановливые документы на водное объекты, что касается алгоритма. Вы собираете пакет документов. Он у вас есть на руках. И подаете, безусловно, на ГОНКО-21. Это центр задания административных документов в городе Сума. Вы подаете туда и ждите в месяц. Через месяц вы возвращаетесь. И, соответственно, к 49 статтю 1 Кодекса, вы должны получать или дозвращение, или оборудование. Если вы получаете оборудование, то там будут написаны все условия, почему вам непосредственно оборудование. Что касается непосредственно, почему мы сюда приехали? Это проблематично вопрос. Это передача води населения. Все вы знаете, что Северская Рада на сегодняшний день не имеет возможности сделать передачу води населения. И пока, на жаль, ничего не изменилось. Чтобы эта функция была создана, необходимо создать на территории населенного пункта, або обслуживающий кооператив, або же попросить очень много агрофирм. Мы рассматриваем документы, где какие агрофирмы вируют на себя эту функцию. Або ж это общественные объединения также бывают, которые совершают передачу води населения. То есть визначитесь из предприятия, которое возьмет на себя эту роль. Это может быть одно предприятие, которое обслуживает несколько населения пунктов. Не обязательно, что у вас на территории вашего населенного пункта будет создан один, и в каждом селе, или в каждом селе, или в городе, может быть много надавателей послуг, и, соответственно, может быть один, который охопит вас из 10 населения пунктов, или 20. Но для всех, кто получает дозволь специального использования, вы полностью описываете свою хозяйскую деятельность. То есть, если раньше вы могли на свою фирму отримать два дозвола, то есть у вас может быть сверкловина в домовязовке, и еще в другом населенном пункте, и вы получили два дозвола, на каждую дозволину отримали дозволу. Так было раньше. И это было, я думаю, что, возможно, это было удобно, потому что вы знали, какие у вас там заборы и привязывались до населения пунктов. Но, на жаль, 17-го года изменилось законодательство, и сейчас вы должны включить все объемы, все объемы заборов в один дозволь. Для чего это сделали? Для того, чтобы вы не подпадали под категорию меньше 5 кубов на дом. Потому что, знаете, таким чином, вы можете, ну, таким чином, предприятия может развить все свои заборы, и, если у каждого населенного пункта у него будет меньше 5 кубов, соответственно, им не нужно дозволить специальный вид оборудования. То есть, здесь вы должны понять, або вы самим этим занимаетесь, або ж находите организации, у которых у нас безвеч на территории Семской области, которые берут на себе эти функции и, соответственно, разработают, но это так же, соответственно, за деньги. То есть, вы должны решить, або вы платите, а вы сами это разработаете, но это реально для этого сделать. Значит, что касается индивидуальных технологических норматив, чему мы обратим внимание на это? По-перше, это час. И не по-перше, по-сутю, это час. Рахуйте, вы разработаете индивидуальную нормативность. Грубо говоря, это опис вашего коммунального предприятия, вашего предприятия, визначение основных, где больше у вас у вас еще и другие витраты, потому что вы должны проливать свердловины и также использовать воду для того, чтобы надавать качественную воду населению. Чтобы разработать, это не секс. Потом вам нужно погодить в Департаменте экологии эти нормы, также соответствует законодательство потом вы должны погодить все индивидуальные нормы в секторе государства и установить решение сессии на территории которого передача для населения. В зависимости от того, когда будет сессия, можно также затянуть на месяц. Вот и рассчитываем 4 месяца. Когда люди были дозвью и раньше они вернулись за месяц, то сегодня наша основная мета вам донести не чекайте месяц, когда закинчивается дозвью вы должны рассчитывать начать полгода и за полгода начать свои подготовки. Почему это важно? Потому что когда вас приезжают разные инспекции инспекции на экологические инспекции и что они вас просят? Во-первых, они у вас запитают, если у вас есть паспорт на свердловину, а у вас есть дозвью. Вы показываете свой дозвью, а они говорят, а нам еще нужно попередний дозвью. И они враховывают, потому что термин дии прописан. И если у вас еще не дия одного закончилась, а другие вы получили через 4 месяца или через 5, а где-то, честно говоря, знаете, где-то предприятие Ульяновка Водоканал, Белопольский район, они получили дозвью, если я не помиляюсь, год. Ну, сложно им было. И рахуйте. За год им нарахуются збитки. Мы были в Сумах, на зібранье так же проводили на Раду. И вот там один надаватель послуг Шкарупа, он говорит, что он так же работал без дозвола, и ему нараховали збитки 19 тысяч рублей. Что, по сути, еще так же вимагает инспекторский орг экологическая инспекция. А наявность паспорта, наявность санитарной охраны санитарной около Свердлови. Они должны быть соответствующим наличным состоянием. Также наявность автомобильных приладов, и ведение первого журнала первого Уфа. Вы все знаете, что отменили под 11, 12, по 13, но по сути, когда переезжает переверка, они вас запитывают, как вы ведете свои вымиривания на наказ с Минэкологии 100-й, не, 110-й, очень сложный. Там идет автоматический контроль за водой поднятой и переданной населению. Выполнить этот наказ практически невозможно, потому что ни одна совладына не оборудована автоматическим контролем и передачей их данных на единый пост. Может быть, вам приходилось читать этот наказ, но этого еще Минэкология не вымогает, потому что очень сложно. Сегодня для того, чтобы провести, выполнить полностью этот наказ, необходимо провести инвентаризацию скважин согласно наданных дозволов, а потом уже включать вот эту автоматизированную систему. Так там как бы ваши данные вы передаете, ваши скважины все подключены именно в Киев идут, в Геонадра. Ни куда-то, ни в Сумы, ничего. Вот если вовремя не переданы там определенные данные, если нет фиксации, есть скважина, а она не подключена, это идет. Поэтому сейчас мы пока не пугаем, пока Минэкология не требует, но, однако, экология требует водооблик. То есть, по 13 вот эти отменены, но у вас все равно должны быть поверенные счетчики и журнал водооблик должен быть в обязательном порядке. Итак, скважина оформлена на органы с целостного обдувания, башня тоже, все санитарные нормы, проекты установления санитарных норм должен в обязательном порядке у вас быть. Раньше были требования Это делает все целостное и потом передает в аренду уже тому водопользователю, с кем вы заключили договорные обязательства. И в договорных обязательствах вы прописываете все, что он несет уже ответственность за сохранение целостности вот этого установленного оборудования и так далее, и тому подобное. Так, и теперь следующий, да, еще. Анна Михайловна сказала, но не остановилась более подробно. Те сельские советы, у которых есть очистные сооружения. То есть, когда вы подойдете в пакет документов, вы говорите, у нас воду вы подняли, вы ее передали, ну, куда-то она и возвращается. Если это частный сектор, то у них, как правило, выгребные ямы, но все-таки есть у нас административные будивли, да, сельские советы, школы, детские садики, ну, и так далее, больницы, какие-то реабилитации, которые подключены к какой-то централизованной сети водоотведения, вопрос, куда это все отводится. Потому что контроль за возможным загрязнением, вот это самый страшный момент. Значит, если у вас есть очистные сооружения, они в любом технически неисправном состоянии, меня вы не удивите, я знаю все, что они из себя представляют. Вы пишите, или у вас есть поля фильтрации, и тогда четко тоже проверяется, в каком состоянии, там к ним особые требования, или это выгреб. И самый худший вариант, это когда все-таки у вас есть очистные сооружения, потому что все очистные сооружения имеют водовыпуск в открытый поверхностный водоем, в любой открытый. И тут необходимо разработать так называемые нормативы граничного спустимого сброса загрязняющих веществ. Это обязательный документ, он делается, и есть такой момент, что, как Анна Михайловна говорила, что был предыдущий дозвал, и вместе с ним ГДСы были разработаны. Вроде бы срок якобы не истек. Вот змина в законодательстве, и говорится, дозвал выдается на сегодняшний момент, ГДСы должны быть разработаны. тем более, в постановле 1100 заполнение смены, и там дополнился он дополнительным загрязняющим фактором. То есть, ГДСы в обязательном порядке надо переделать. Это тоже один из длительных документов. Он делается около месяца, потому что надо привезти в воду, пробы на анализ, или лабораторная служба поедет, у вас он берет, разработчики будут смотреть, разрабатывать. В общем, месяц законодательный этот документ делается. То есть, вот и получается, о чем мы говорим. Полгода, 5 месяцев, максимум, если у вас это выкрепит, 4 месяца, когда вы должны заглянуть в свой предыдущий дозвы, и посмотреть, когда же мне начинать приступать к решению вопросов по отрыванию предыдущего дозвы. Ну, а теперь мы готовы ответить на все ваши вопросы. Ну, скажи мне, пожалуйста, Вы не государственные установки? Мы не государственные компании. Значит, Вы Alright, не конверсийные Сын顯ки. Я не vä trail. Ну, будем читать, мы державное установление, но мы не государственные установления. Я задаю вопрос. Разъясните, будь ласка, людям, кому обовязково потребуется дозвола спецводового использования, кто может объединиться без дозвола спецводового использования? Еще раз мы сказали, Анна Михайловна на это настояла. 48 статья Водного кодекса написано. Все, кто забирает воду на любые нужды спецводопользования, у нас нет людей, которые не отримуют, только в частном порядке, потому что мы пользуемся услугами водоканала и мы с вами, как участники, не получаем доступ. Но наше интересное представляет водоканал. Это 48 статья. Забор воды и выкористание воды. Все. Значит, вы удивите. Те, кто меня не знает, а те, кто не знает. А вы кто? Я глава оператива водяного оператива Васильевича Хваждая. Ну, еще скажу дальше. Я по месту депутат Ново-Торско-МСКОЕР. Значит, еще удивите. Мы живем... Дальше скажу еще. Мы живем... По какому закону? По Конституции Украины. Это самый лучший законодательный орган у нас в стране. Значит, ось загальнеположение. Я специально распечатал. Значит, раздел 1. И тут что-то написано. Значит, статья 13. Читайте. Читайте, чтобы все чули. Прочитайте, чтобы все чули. Не, ну вы прочитайте. Вы же рассказывали, прочитайте. ...инады атмосферного поведения, водные и другие природные ресурсы. Что? ...якие находятся в наших территориях Украины. У меня просто я бы зачетил. Я могу дать замочки. Вы так прочитаете что-то. Прочитайте, потому что вы не знаете. Правильно. Належит народу Украины. Правильно. Належит народу Украины. Значит, дозвіл. Розказую еще раз. Значит, у меня... Я сделал дозвіл на спецводовое использование. Я сделал анализ и все. Все я поработал. Все, что мне понадобилось. Паспорт на скважину. Все поработал. Потом меня вызывают в податковую инспекцию и говорят, что вы должны платить податок. Обязательно экологические податки. Да. За что? Специально вы должны платить? Значит, я интересовался этим. Панкерин интересовался. Значит, и получается, какая ситуация. Значит, если есть на улице коллективный колодязь, из того колодязя берет три людини, им тоже потребен дозвіл получается. Ну так же получается. Значит, делится. Так же вот так. Если у кооператива есть, скажем так, есть глава кооператива на платной основе, есть слесарь и так далее, и они продают воду, то вот им потребен дозвіл. Если есть кооператив, самообслуговывающий кооператив, у которого в голове нет зарплаты, они не продают воду, а просто громада користуется водой, то им не потребен дозвіл. И если земельная диланка, то им по аренде, а по властности. Им не потребен дозвіл. Они этого не рассказывают. Потому что сработают дозвіл на сегодняшний день. Стоят деньги. Анализ воды стоит деньги. А это их зарплата. Вы не государственные установки, вы коминстальные установки. Значит, я вас не псевдота. Мне пришли с Полтавы, бумага пришла, чтобы я получил дозвіл. Мне сумм got в бумагу, чтобы я получил дозвіл, Не помню, еще откуда-то, чтобы я грамотозил. Что? Чтобы дать дозволь. Да, но это коммерциальная установка. Плати гроши и дозволь. Поэтому, сделайте выяснение и подумайте, вам потребует дозволь или не потребует. А теперь я сразу говорю. Значит, я понимаю, значит, какие-то желания или не желания работать в правовом или неправовом поле. Все, что сказано, открываем годный кодекс, открываем конституцию, и читаем. Все, кто пользуется водой, дозвал 48-я статья водного кодекса обовесковой. При таком подходе, пожалуйста, завтра какого-то угара подъезжает к вам, проверяет и рассказывает, что вам надо и не надо. Понимаете? Я государственный служащий, но если вы хотите сказать, я не госслужба, но государственный служащий. И если я сюда приехала и рассказываю, что мы должны работать в рамках законодательства, у меня даже в боголовении может повернуться о том, что я приехала и призываю, придите ко мне, дамы, оказывай послуги. Но я никого, по-моему, не призвала или сказала, придите ко мне и я вам сделаю этот документ. Я могу это сделать. А я говорю, что в дозвал, дозвал. Я что, державность, не будьте в дозвал норму. Я имею право закручивать той моволь, которая мне зручна. Да, давайте так. Если будет приемлемо. Закон украины, чтобы все учились в годах. Так, я пришла по сути рассказать людям, которые должны работать в рамках законности. И поэтому я ему, я еще раз говорю, 48-я статья. Не читайте 48-й статьи, не хотите нас слышать, пожалуйста, это ваши права. Я еще раз говорю. Четко, ясно все написано. Что такое специальное водопрестувание, что такое забальное водопрестувание. Это разные, разные вещи. И вы на специальном водопрестувании, потому что вы используете и еще и передаете. Поэтому вступает в силу 49-я статья, о чем Анна Михайловна очень кратко, ну там она сдержанная. Там есть под 49-ю статью водного кодекса очень много подсоконных актов и так далее и так подобное. Не зря мы приезжаем в каждый район и рассказываем, сколько раз поменялось законодательство, сколько появилось новых нормативных документов, которые вы не читаете, вам сложно. Я понимаю, у вас очень много вопросов, которыми вы занимаетесь. Но мы специалисты в этом напрямке, поэтому мы вам говорим. Дозвол обязательно, обязательные индивидуальные нормативы. Если у вас есть сбросы в поверхностный водоем, вам нужны еще ГДСы. И пожалуйста, работайте. Термин ГИИ 3 года или термин ГИИ 5-5 год. Все. А цепляки оказались? Дозвол сам, сам дозвол. Бесплатно. Подготовка документов к дозволу зависима от того, кому вы хотите. Вот и все. Или самостоятельно. Пожалуйста, занимайтесь самостоятельно. Они колеблятся в зависимости от каких предприятий, сколько водозаборов, какая сложность, какие есть сбросы. И это для побудов водокористовачей тоже стоимость? Какие для побудовых? Побудове. Ось мы самоуслуговщик оператив, допустим, занимается водоемом. Да, вы передаете воду населению. Как только вы организовались, передали воду населению, все. Вы уже именно выполняете... Как это не потребно? Как это не потребно? Ну, в общем, я, честно говоря, мы пытаемся вам донести это. Я так понимаю, у вас видение. Давайте начнем читать законодательство. Давайте читать законодательство, и мы вам расскажем. Давайте, девушка, я надумаю. Папа, скажите, пожалуйста, такое утро в отриманню дозвола на спецводокористування в собъектах дезаптурального базу имеют джерел водопостачання і вказує приймачі стічних вод. Скажите, пожалуйста, в разі скидання стічних вод на полях фільторації. Ограничный допустимый скид, который ранее установился, только для повернего джереля, если приймачить. Честно, сейчас нормативный документ, который регулирует ограниченный метод стычных вод на полях фільторації, потому что в дозволе на спецводокористувание такие адресы не вказаются. аналогично субъекта господарювания фактически мае право скидати будь-яку хранитратор загрудничих речовин в стычных водах. Чи, возможно, є все ж таки документ, який би зобовязав субъект господарювания дотримуватись первых нормативов або ж следов? Если уже поляфильтрация – это своего рода так называемые очистные сооружения. Очень простые очистные сооружения. В поляфильтрации специально обустроена земельная делянка. Там несколько земельных делянок. Подслойно они создаются. Там есть и щебень укладывается, и песок, и так далее. Это не просто кусок, рельеф местности, куда можно... Это так называемые очень простые очистные сооружения. Они есть еще поэтапные и так далее. Туда сбрасывается без очистки. Невозможно очистить воду. Туда нет никаких требований по поводу качества сбрасываемой воды. Но если в полефильтрации есть выток этой воды с возможным попаданием в какой-то ручей и все, то уже для ручья, для полейфильтрации будут определенные требования. Вообще поляфильтрации обваловываются. Они содержатся в определенных санитарных и пневмологических требованиях. На поляфильтрации идет вода, сточная вода без очистки. Если вы захотите установить у себя какие-то пешкаловки или локальные, такие элементарные мусоросборники и сбор, ну, крупного мусора... Ну, билосток сепараторов. Да, 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 это, пожалуйста, вы можете это подсоединить. Но это наша особистость. Это ваша особистость идея, да, желание, в общем-то, вот такое. Просто поляфильтрации потом рекультивируются и переходят, если они уже срок свой отслужили, переходятся на другое место. Да, да. Скажите вас, как проект дезастроен, необходимый только, если есть передача воды населения? Проект? Ну, проект зон санитарной охраны. А если это сельско-господарский предприятие, то используют воду, то это не треба. Чи не необходимо затвердить данный проект за срок? Обязательно. Любая скважина на балансе или стоящая там, или обликовывающая, или на балансе, или просто переданная даже сельхозпредприятию или какому-то там лицу, она должна иметь зону санитарной охраны. Да, обязательно через проект. Потому что проектом изначается, что из себя представляет скважина, какие ее габариты, какие ее возможности. И плюс, в зависимости от объема воды, там устанавливается санитарная норма, она где-то, первая зона, это от 30 до 50 метров. И в соответствии с требованием она должна быть огорожена. Это в обязательном порядке. Потому что вторая, третья санитарная зона, если это вдруг скважина находится в мешах населенного пункта, то, поверьте, мы рассматривали геометрические параметры этих зон, они перекрываются уже, ну, входят в населенные пункты. И там, конечно, другие требования, там уже недопущение складов от рода химиткатов, потом скотомогильников или кладовещей и так далее, и там подобное, в общем-то, там все это есть. Ну, то есть мы рассматриваем скважины, которые находятся или попадают в зону жилья, ну, в общем, населенный пункт. По крайней мере, вот таких моментов мы не видели. Видим, что вторая и третья зоны используются населенным, но в рамках допустимого. Да. Я буду на суде госпитали, и планует начать первый вид госпитальской деятельности, который обновляет забор водительских джерел водопоста. В рамках этого разработается проект. Проект «Бурение свердловин». Проходим концентру ОВД для «Бурения свердловин». Отримаем позитивный висновь. И только после этого проходим «Бурение свердловин». И только после «Бурения свердловин» мы получили паспорт «Бурение свердловины», которая является основой для получения дозвола на свердловину. И модельную ситуацию, что на данном этапе, когда мы уже сделали проект, витратили деньги, прошли процедуру ОВД, ну, также 100 тысяч зараз минимум, пробурили свердловину в рамках еще 150-200 тысяч гривен. И когда подали документы для получения дозвола на свердловину, мы получили, например, негативный висновок, что до получения дозвола. Ну, тоже я в «Надра» начинаю. Скажите, пожалуйста, есть у меня сейчас в Украине какая-то возможность, как и воспитывание, отримать, возможно, рекомендации або в певный висновок, что до возможности, или нет возможности забора воды с подземной, или с поверхневой жерела водопостачания до получения дозвола, до начала этих всех работ. Ну, вот люди за нас проходят, свертаются. Ну, у нас слова. Нет. Нет. Вопрос о том, что… Нет. Они говорят, что вдруг отказ. Вопрос, почему отказ. Читайте внимательно, почему отказ. Значит, просто если у вас был паспорт и все это сделано, вами все в отношении того, что техническая подготовка у вас прошла правильно, значит, у вас просто неправильно сделаны расчеты. Читко прочтите, почему у вас отказ. С какой стороны отказ. От геонадров, почему такая произошла ситуация. А Державод агентства, это в основном у вас неправильно поданы расчеты. Где же геонадров? Геонадров, это значит… Геонадров, возможно, ведет. Вот, дивите, по сути, чему идут отмоги. Отмога от геонадров. Взагалі-то, немає никаких проблемных питань с ними. Единое выключение, это когда, например, вы зазначаете, что у вас дебют сверкловины, например, 50 метров кубических в годину, а вы хотите забирать в дебют больше, чем 300. Понимаете? То есть, вы умножите 3, умножите на 24. То есть, фактически, потужности сверкловины недостаточно. Первая причина отмоги. Вторая причина отмоги может быть, что сейчас геонадры обратят внимание на номер сверкловины. Бывает, что у нас не было, честно говоря, таких случаев. Единое, что был случай, когда просто написали «Сверкловина расширена вокруг села», и геонадра дали отмогу, потому что, по сути, вокруг села не понимали, где конкретно, где фактически она расширена. Вокруг села можно, где заодно. И получили отмогу предпринимателей, а заместитель банки на сегодняшний день. Безпосредо от Держмирнад. И также в Чернигове был случай, когда genres назвали, и он в регистре не привел. То есть в паспорте у вас один номер свердловины, а вы, может быть, по-своему. Ну, бывает, знаете, вы сами себе називаете там свердловина, номер, и иногда еще ее как-то... Часто в паспортах и подписывают, как-то она там вас називает. Вот люди так назвали, и... А в реєстре она совершенно другая. А в реєстре вона и по-иншому, поэтому... Они не могут найти. Мы хотим вас, чтобы вы отзначали безпосередньо из паспорта номер свердловины, чтобы не было никакого... И что, по сути, чему отзыва может быть? Отзыва может быть, я не сказала, в трех випадках. По-перше, это негативный выясновок, как сказала Олена Васильевна от Держгронад. По-друге, вам могут отзываться, если у вас нет... Недостоверные відомости. Что имеется на увазе недостоверные відомости? То есть, я бы назвала так, это... Это... Людский фактор. И в таблице вы зазначили там 5 и 3, а когда-то поспешали, написали в следующей таблице, например, загальная таблица. 3 и 5. Вот тут, понимаете, мы никак не можем дать, потому что это архметично невидно разумеется. Сколько раз не давали людям відмови, все равно люди подают, читают, чему вам... И вы по пунктах проходите. И с другого разу все предприятия, ну, возможно, там, кто с другого, кто, может, еще какую-то попытку арифметично зробил. Но чтобы сказать, что кто-то не дает целенаправленно, вы... Это реально. Я еще хочу сказать, почему мы обращаем внимание на то, что вы должны в картосхемах указывать географическое расположение скважин. Потому что, во-первых, это сразу проверяется в геонадрах, где есть реестр. И была ситуация, что на одну средловину были выданы два разных дозов. Два водопользователя заявились на одну средловину. И вот это, конечно, была ошибка большая, потому что один указал одно, другой, по сути, другое. А когда начали выяснять, два человека пользуются одной скважиной. Такого это недопустимо. Были аннулированы оба дозвола, разбирались и выдавали заново, в общем-то. Вот такой. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, так, предварительно, да, сказать, никто ничего не может, пока мы не получим данные. Но, в основном, когда вы изготовите все документы по сверхголовине, это чисто вот уже вот такие вот нюансы, вот с чем мы сталкиваемся. Вот мы уже занимаемся с 15-го года, ну, с 17-го мы вообще спецводопользованием занимаемся, до этого мы работали вместе с департаментом экологии, вот, к нам тоже заходили. Но подземную воду нам передали с 17-го года. То есть, вот, у Геонадр вот такие вот моменты. Людской фактор, опять-таки, не учет, как его, с кадастром в этом, с главы, то есть разные номера. И, не дай Бог, вот я же говорю, право встановличий документ. Про что я говорила? Право встановличий документ. У вас, уголов сельских советов, на вас оформленные документы. Вот это и есть право встановличие документы. Потому что... Да, сейчас, пожалуйста. Потому что для рыбаков требуют право встановличие документы. Вот я сейчас приехала с Киева, нам уже говорили о том, что они будут есть изменения в информационную карту. И для того, чтобы не допустить... И не было вот такого вот момента, что несколько человек заявились, как используют одно и то же майно, такого недопустимо. Вот они будут уже говорить, что... Я так понимаю, что они готовят. Может, со следующего года это уже вступит в силу. Право встановличие документ будет на сверхглавину. То есть любой аллюдатор должен приложить будет договор... Оренды. Да, да. Оренды вот этого майна. Это и есть право встановленные документы. И у того куска земли, на каком находится сверхглавина. Да, да, да. Это... Это большая зона. Да, это первая зона. Да, да. Это в таком розумении мы питаемся. Соби у себя... Питать дожду. Мы перестанем... Надрда належит народу. Я это все прекрасно понимаю, что надрда належит народу. Но там есть закон про надрда. Давайте не просто читать Конституцию. Я тоже читаю Конституцию и придерживаюсь все это. Но есть... Прекрасно. Мы будем использовать, но в рамках, какового, закона, который дальше прописан. Закон про надрда написан. Вводный кодекс написан. И четко все это, каково, пошагово прописано. Вы не витрами берете. Вы не... Ну, вот... Загальность подсветокорствования грубо порівнюю, но вы взяли витро и вы не должны подсветокорствовать. А если вы встанавливаете насосы и врезаете, вы используете воду, у вас виробництво какое-то, и вы считаете, что вы тут повинні всю воду використовывать без доступа? Или как? И потом не направлять деньги на восстановление этих надр, и так далее. Хорошо, давайте... А как восстановляется надр? Ой, с большим трудом восстанавливается надр. Очень законодательный орган. Я несколько раз писала, и вот сейчас нас услышали. Ну, посмотрим, что это будет в этом году. В податковом законодательстве в бюджете написана вот такая ситуация. Особенно для таких областей, как Сумская, ну, там, это... У которой статус всех водных объектов загальнежал назначен. Так вот, восстановить... Пустить экологический податок. Направить... Ну, если сбор штрафы, это фонд охраны окружающей среды, это деньги, которые формируют эти фонды, и оттуда мы берем и можем направить на решение многих вопросов, то, ну, большая доля денег концентрируется в державном бюджете, и она не возвращается. А если возвращается, она возвращается, к большому сожалению, к НАБУ, в областной бюджет, но не на восстановление ресурсов, а на спецфонты областного бюджета, они... Чего можно восстановить? Воду, я как взяла. А... что мы там панируем, или консервируем, а пользуемся только той, и разрабатываем. Вот только вот таким вот образом. Мужчина, кто у вас был... Да, вы думали, что ты там... Я же не знаю, там спереду, задавайте вопросы, мы же не поднимаем еще так, спонтанно. Ну, я так срозумею, что майно, которое мы приняли, скважины в часы, на Голландшинской Ради, оно находится за межами, поскольку оно в бывших КСП и так далее, на сегодняшний день оно не есть коммунальной власти, это земля, я имею в виду. Значит, безпосередньо для того, чтобы какие-то работы там проводить, нам на эту земельную дилянку нужен проект. Представой есть то, что, как бы, майно наше. Да. Но земля, данная земельная дилянка, она подпорядкована на сегодняшний день Главном управлении, Геокадаст. Значит, на него надо делать проект. Конечно. И они, безпосередньо, я так понимаю, должны нам передать его в эту землю вареннюю. Чья? Я? Нет, право властности, они должны зарегистрировать за аварию. Доволите, и для тех, надо им зарегистрировать право властности. Включаете, а вы не берете право властности на державу. Теперь, за сельскую раду право властности регистрируется под этой земельной, то есть, под этим майном, скважина и водонапорная башня, или еще что-нибудь. А потом передают. То есть, есть ли это, державная властность была, как его... А? Как не чьего? Как не чьего? Тут пост дворы, чьи есть. И еще до сегодня не были в меже населенных пунктов, что у нас обрязалось, что старых мы не будем. К большому сожалению, так написано законодательство с этим вопросом, не только вот по этому. К большому сожалению, написано законодательство следующим образом, что все майно должно быть находиться у органов бессилового самовредования. А земельные делятки бывают, что зарегистрированы за державу. Но мы с таким сталкиваемся. Вот, но есть у нас 120 статья земельного хода, за чье майно, та и земля. Есть другой закон, но он еще не вступил. Трошки наоборот. Нет. Если земельная делянка выводится в властность, значит все майно, которое находится на земельной делянке, переходит в властность того упорного делянного хода. Если земельная делянка берет в властность. Давайте так. Я работала за три момента. Можно еще одну? Да, пожалуйста. Сейчас. Я обращаюсь. Знаете, я уже... Ну, сегодня постоит питание. Надо сделать проект. Проект отвода земельной делянки. Да. Для того, чтобы сделать проект санитарной зоны. Правильно? Да, да, да. Потому что надо четко вызначить межу. У нас сегодня такого документа нет. Как думать? Заниматься? Чем? Что нам? Проект теперь делать? И что? Проект, конечно, нет. Надо делать проект, а потом делать проект. Вы можете один проект. Раньше вот требовалось два разных проекта. В одном проекте. Проект вы делаете земельной делянки с тем майном, на которое вы собираетесь заявиться и которое потом отдавать в аренду. Земельная делянка с майном и с отводом, установкой санитарных зон. Там такое возможно. Раньше даже вот агентство отказывалось такие проекты рассматривать. Мы с институтом землеустрию разобрались, ездили в Киев и принято, и с геокадастром мы, в общем, разбирались, принято такое решение. Делается один проект, чтобы вам не городить, не тратить деньги понапрасну. Один проект. А кто в институте может сработать? Кто в институте? Институт землеустрию, значит, занимается. Да, очень много. Я так думаю, что на певной подгрунте законодавцы. Вот, чтобы сегодня мы сперли, на какой-то закон, для этого надо плачать. Вот это такая статья. Нет, подождите. Любая скважина обязана быть. Вот закон про надра. Открывайте и читайте, пожалуйста. В законе про надра написано. Ваш? Я же разумею, но я же еще раз повторяю, что сегодня господарства немало. Мы приняли майно. Потому что люди используют это водой. У нас же все иде совсем наоборот. Мы обязаны много чего делать, но, получается, совсем другое направление. Вот, господарство не стало. В один момент сказали, что властники поменялись, они совсем находятся непонятно где, а люди остались на территории, им требовалось воду. Правильно? Я понимаю. Приняли майно. Теперь сегодня кажут, надо проект сделать. Ну, как бы все с обратного дома начинают. Ну, так у нас такие требования. Я же вам говорю. Приняли майно. Это майно должно иметь санитарные зоны. Как его? Санитарные зоны. Санитарные зоны устанавливаются по проекту. Как вы можете установить проект, если у вас не вызначена земельная делянка под тем майном? Начинаем проект отвода земельной делянки с установлением санитарной зоны. Так зону же треба понимать, сколько метр, и кто ее устанавливает? Значит, для этого есть, опять-таки. Вот, Свердловый, 30 метр в диаметре. Значит, институт Гипрогипроводхоз. Есть такой Полищук Василий Егорович, который занимается бурением скважин. У него есть старые паспорта. Он очень много бурил скважин, ремонтировал, потом панировал и так далее. У него, может быть, есть даже, как его, старые паспорта на... Вот, если важно. И он же устанавливает санитарные зоны. Он устанавливает, он посмотрит, скажет. Он может сказать, что у меня есть старый паспорт, не надо, там меньше затраты будут, потому что тоже законодательство поменялось, там какое-то оформление паспортов совершенно по-другому, я туда не лезу, просто вопрос о том, что мы обязаны видеть этот паспорт. Все. Паспорт есть, прекрасно. Составляющая паспорта, я просто читала эти документы, я в них не разбиралась, это не моя компетенция. Но я знаю, что формат паспорта, он же не просто пишет, чтобы ему в голову брелось. Потому что... Там чисто географически там указывается... Точно написано есть с клеткой, 4 сотни, что происходит с фортами. Кстати, в проекте, женщина в Тайш-Джу мы говорим как истинная... В отстани, ЗСО по-скважине, есть также нормативный документ, который регулирует данный отстань. Полищук, он может помочь в самей разработке и в подтверждение, а то, что у вас 30 метров от скважины, Это регламентовано. Это проект благоустройства с ДСО. Правильно, я про что и говорю. Это все четко обработано. И вы можете четко соби вытащить 30 метров. Скажем так, от центра, это право. Вы к нему подходите, первоначально, и говорите, у меня полагаемость ваша группа, если у вас есть эта информация, значит, дайте мне, и давайте поговорим, какую же земельную делянку мне четко закладывать в проект отвода земельной делянки. Вот и все. И он вам говорит, да, вот это так-то-так-то в соответствии с этими нормативными требованиями. Здесь будет 30 метров, здесь будет с одной стороны 30. Тут, может быть, сложились условия или какие-то подъемы, уклоны, или тогда он удваивает или уменьшает, в зависимости от того, есть целые просчеты. Вот и вот это. И вырисовывается контур этот, он не круглый, он может по периметру быть, он может быть многоугольником, все вырисовывается контур этой первой зоны. И вы тогда понимаете, что нам надо не меньше, естественно, вот этой зоны выделить земельную делянку. Все. Чтобы выделить зону, треба еще сконфультироваться с специалистами. Ну, конечно, конечно. Еще бы дать. Вы знаете, это дуже, ну, дуже хлопотное дело, чтобы побудовым пользователям просто покористоваться водой. Вы уявляете объект этой работы, вы рассказываете, вы дипломированные специалисты, а в нас там люди, любители, занимаются цинами. Вы можете уявить, я медпрацівник, занимаюсь водой. Я могу это все осянуть? Как может, человек, просто покористоваться водой? Ну, для этого мы и есть, приезжаем. У нас, я же говорю, мы приезжаем, консультируем. Для элементарного, выкористать воду. Ну, вы разумеете, что это? Есть определенные моменты. Консультация идет бесплатно, разговариваем, даем. Но если надо изготовить уже конкретно какой-то документ, то, например, усматриваются тоже наши определенные работы, обмолванные решения постановки кабинетов, тогда говорится нам, что это платная послуга. Тогда мы говорим, что вот до какой-то степени мы вас консультируем, рассказываем, объясняем, все это бесплатно, а если вам надо что-то изготовить, то это у нас уже платно. У Полищука это проектный институт платно, у Землеустроя это платно, то есть у кого-то это... Ну, так, государство у нас... Да, пожалуйста. У парадив 10 дворей, у парадив 10 дворей. У 10 дворей. Да. Они реально за ним зробить спецкористование возле... Давайте посчитаем. Если там меньше, какие-то у кого... Опять-таки, опять-таки, посчитайте. Первоначально Анна Михайловна говорила. Если у вас 5 лет на двоих, если вы меньше... Нет, тут не получится. У нас на этой скважине школа, а мы платные. Вот так и есть. И цепь для людей. Нет. Сыны, что надо не бояться. И теперь уходит так, что мы не можем заплатить. Мы же не можем его заплатить. Сына, не можем заплатить. За что? Ну, заплатить за обучивание документов. Почему? За... Нет, смотрите. За паспорт. Всю подготовку документов на скважину платите вы. Все есть. А дозвол, конечно, получает уже кооператив. Если это ваша скважина, но используется нею, вы говорите, садик, амбулатория, амбулатория, водокористовач, орендарь. Не у вас не будет. У нас кооператив, 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 и там 10, 50, где привезут годы 10, 40, 50, 50. Ну, есть такие ситуации. Вот Анна Михайловна рассказывала, что в Сумском районе, да, в городе, в Сумском районе берут на себя обязательства, они просто, наверное, оплачивают, ну, помогают кооперативу проводить вот эти вот... Вы скажите, знаете, основную фразу, першочерговая задача власти, это вот эта население, которая на данный момент, ну, катастрофичная. Мы знаем все, что когда дядян, которые копаны, перекопаны с древними людьми, были полны, а теперь стали порожки. И нам, мы хотим и стараемся берегти, вот эти свердловины, они тоже уже сношаются, мы тоже за них, а водойоны, которые тоже до 50 лет сношаются, мы стараемся как-то... Ну, еще, как бы, и Влада очень помогала. Ну, очень помогала. Штрафы, чего? Ну, вот мы вам говорим, что... Что, что? Если даже дозу выкористоваются... Вам дешевле будет оформить, чем получить сбытки, насчитается. По количеству, по количеству суточного забора воды и потом коэффициент 100 идет, очень хороший. Вот 19 тысяч, это так, это ерунда, 19, 25, это за месяц, вы же понимаете. Отсутствие дозволов в месяц только, 19 тысяч, а если пошло 2-3 месяца, начинаем считать. Там целая инстоника в инспекции экологической, как это считается, объемы предполагаемые на количество дней, которые у вас нету, дозвола и на коэффициент 100. Но раньше у них был, у нас когда было, да, до 10-го года контрольные функции, у нас коэффициент 5 был, а у экологической инспекции коэффициент 20. Теперь у экологической инспекции, они единые, одна организация, которая проводит 100, коэффициент 100, поэтому можете посчитать, какие штрафные санкции. 066 305 54 88 Это мы поговорили по спецводопользованию, очень сложный момент, сложно подготовить документы, но еще Анна Михайловна не сказала. Вы все становитесь водопользователями, вы попадаете в регистр водопользователей, вы обязаны по концу года, вы обязаны ежеквартально, да, в податковую... Еще квартально вы сдаете звездность про выхерстание воды. И раз в год вы сдаете ее нам. Раньше это было до 15-го года. Еще квартально. Сейчас в год, до 1-го лютого, если у вас идет забир до 20 метров кубичных, вы должны нам звездовать, або же, если вы раньше нам звездовали, если меньше 5 кубичных, вы можете до нас вернуться. Письмого просим вас надать разъяснение, что до необходимости подачи звездности за формой ВТП. Таким образом, мы смотрим ваш дозвіл, вы можете надать нам журналы первинного обліку вашего. И мы на основе этих данных пишем вам официально в подписку, что, поскольку, враховывая все наданные материалы, вы не должны нам звездовать. И так же, когда проверка приезжает, звезды в ВТП обовязково вас вздомагают. Поэтому мы вам... До 1-го лютого обовязково звітуете, кто потрапляет в этот год? А вы державна чи не державна? Не державна. Вы, 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 вы вообще, ну как будем говорить, ладно, державна, но мы не державна. Еще одно питание. Еще одно питание. Дуже горюче питание. Сейчас еще одно питание. Люди добрые. У нас в районе экологичная катастрофа. Вы знаете про это? Большой все знают. Бопьевский спиртзавод. Это экологичная катастрофа. Два месяца войны дыхать не могут. Больше даже. И все мовчат. Район мовчат, экология мовчат, геометра мовчат. Все мовчат. Они приехали сюда, рассказывали. Все рассказывали. Я правильно тебе расскажу. Не закрывайте мои войны. Догейте нам слово. Я расскажу. Я расскажу. Догейте нам слово. Я все равно. Я вас поуважаю. Догейте нам. Догейте нам. Есть питание. Я одно слово по поводу ситуации, по поводу. Опять-таки, для того, чтобы не... Давайте я вам дам разъяснение. Для того, чтобы не дать эту ситуацию, эта ситуация на контроле у областной администрации, сегодня мы приехали и встретиться с вами, и наши специалисты работают там. Они изучают один из вариантов возможного решения этой проблемы. Люди поехали изучать гидрологическую составляющую рек. Для того, чтобы, может быть, рассмотреть один из вопросов. 9-го числа на заседании комиссии ТЭП-ТНС этот вопрос поднимается. Этот вопрос, кстати, два раза на неделю просматривается в областной администрации. Я член комиссии и знаю, хоть это не мое направление, это атмосферное, но там есть еще один нюанс, который это... Но я сейчас не буду эти моменты рассказывать. Там работают... Там непонятно, по каким образом население отправляет туда нечистоты, в этот бардон-накопитель, которые и явились сегодня, вот, может быть, источником данной... Ну, не явились источником, а одной из причин того, что изменение температурного режима и плюс возможность попадания вот нечистот. Но я хочу сказать, вы, если не владеетесь этой ситуацией, не надо рассказывать. Я была там, и сейчас мои люди туда поехали, и завтра я буду готовить аналогическую записку и встречаться. Сегодня у жилистка вот опять я уехала сюда, а они пригласили нас на встречу. Вчера я работала с департаментом экологии, этот вопрос держится на контроле. И приглашаются туда и науковцы всевозможных ривней, и данная ситуация рассматривается. Но только надо было эту ситуацию тоже рассматривать и не допускать некоторых моментов, и давать более правдивую ситуацию, которая существовала на данном предприятии. Предприятие получило спецводопользование и не показывает того, что туда направляются стоки от населенного пункта. И сейчас это одна из причин того, что мы рассматриваем. Так я бы не давал им дозу на следствия ввода в Казахстане. Мы не проверяли, мы не проверяли. Вы подаете документы, если вы за правильность подачи документа отличает тот человек, который это. И что здесь творится? Куда перенаправлены стоки? Как только экологическая инспекция уехала и зафиксировала, то есть приехала и зафиксировала порушение, тогда отзывается этот дозу и будет рассматриваться. Я не говорю, что это перенаправка, но это, опять-таки, неправдивая информация и так далее и тому подобное. Поэтому... Звам не достоверны данные. Да, вот это вот вам не достоверны данные. Конечно, дозу будет отозван и все остальное прочее. Но то, что областная администрация работает, и районная администрация была, представители и Голосинских советов были там, и представители районных администраций были на этих комиссиях, и постоянно это на контроле. Не надо, в общем-то, говорить, что областная администрация... Так чего вы не закрываете, их завод взрывал? Чего вы туда не приезжаете? Не закрываете? Да, пожалуйста. Теперь, пожалуйста, если комператив порзается скважиной, то вам это раскрыется. Надо помочь от воздуха? Конечно. Подождите. Нет, вопрос о том, у предприятия... Предприятия... Нет, подождите, давайте разберемся. Предприятие берет просто воду. Да, да, да. Кооператив забирает, то есть скважина находится у какой-то организации, организация берет нас для себя, да? Да, да, да. Акция с упором в себе нет? И получается, одной скважиной используется, какого? Пользуется два... Компания. Компания. Есть два варианта. Может, брать дозвіл в это предприятие, которое вам... И указывать ваше одновременно. И указывать вас, как товарищ водокористовач. Да. Тобто, он включает ваши потребности, но он отримает дозвіл. Або, в другой шлях, вы отримаете дозвіл и указываете, что вы берете безпосереднюю воду у этого водокористовача. Давайте приезжайте с этим предприятием и с его дозволом к нам, и мы более конкретно разберемся. Потому что вас проще перевезти во вторичниках, для вас это будет проще в данном случае. Но тогда мы должны четко разобраться с его дозволом и сказать, что ему необходимо доработать, если там вдруг не отмечены некоторые позиции в этом дозволе. Все пытались? Я думаю, что вы поняли, что приехал. Надать консультации сегодня действующему законодавству, как сегодня нам близки. Я понимаю, что кто-то там согласен, кто-то не согласен, но есть законодавство, и мы сегодня действуем. Подобается или не подобается кому? Понимаете, какие наследки могут быть? Если Иван Григорьевич может доказать, что он доказывает, дай Бог, и доказывает. Но мы делаем в рамках законодавства. И сегодня мы приехали забрать почту на себя, а они дают консультацию. Вы дали телефоны, вертайтесь. Проблемы, Владимир, они возникли. Мы до сих пор назад с вами собираемся сказать, давайте водопроводимы, мы их сделали. Но в результате с этим будет ответственность, и дает пигментации. Каждый год она ускладывается. Раньше мы не стали лечильники на скважины. У нас не было таких требований. Сейчас они есть. Мы должны вводить баланс, чтобы выкатывались земли, куда мы расходились. Потому что проблема, Владимир, она больше, что возникает, и она будет возникать. Поэтому это будет вопрос, больше на контроле, делать выставки, и не затягивать это вопрос, чтобы вас кто-то приедет и штопленный, и штрафленный. Так? Все вопросы есть? Хорошо. Спасибо. Спасибо.